Всем привет! Я вечером, сейчас около восьми, иду гулять с подружкой. Договорились встретиться в ресторанчике, потом пойти в другой ресторанчик. Решила вот как раз, думаю, ладно, темная картинка, но я иду в сторону даунтауна, поэтому должно быть там немножечко светлее. И я вам немножко покажу тёмные-тёмные, страшные-страшные улицы даунтауна в Канаде. Сейчас вторник, почти восемь вечера. Короче говоря, был вопрос про подростков, и я хочу вам о нём рассказать, о них рассказать. И вот как раз сниму вам немножко вида, не знаю, красивого или нет, судите сами. Очень хочется сказать, что вот вечером иду сама, пешком прогуливаюсь. Абсолютно не страшно. Конечно, здесь тоже может всякое случиться, но очень приятно иметь возможность в час, в два ночи возвращаться домой с прогулки и не напрягаться по поводу страха, по поводу того, что, боже, может что-то случиться. Вон только что какой-то полубомж просил что-то, но я отморозилась. Короче говоря, про подростков. Был такой вопрос, расскажите про подростков, все говорят, что подросткам от нефиг делать, они тут курят марихуану, вообще наркоманят и скучают. Дело в том, что про подростков я особо не знаю, потому что я не сталкиваюсь, у меня как бы нет детей-подростков, да, и у меня нет даже у знакомых, таких близких, очень близких, у меня нет детей-подростков сейчас, но у моих коллег есть дети-подростки, и, ну, как бы слышала там, сям и вижу подростков тоже, поэтому немножечко расскажу, смотрите, красиво какое здание, там дальше церковь идет. Вот, подростки, насколько они на самом деле, да, там скучают и наркоманы. Мне кажется, что здесь реально более доступна марихуана, может быть, поэтому здесь больше такой акцент и намеки на то, что подростки-наркоманы некоторые. Но я как-то разговаривала со своим сотрудником, у которого четверо детей, все подростки, плюс, я знаю, у меня на работе есть ребята, причем из хороших семей, это дети нашего главного, нашего владельца, нашей компании, которые у себя дома выращивают марихуану и курят ее. Но люди абсолютно неадекватные, абсолютно нормальные ребята. И мы, когда разговаривали с моим сотрудником насчет того, что вот много здесь марихуаны, и она так легализована, пришли к выводу, что просто это для меня, как, да, выходца из бывшего СССР, а марихуана – это что-то такое вообще непонятно, да, если кто-то вот курит марихуану, все, наркоман. А для них оно приравнивается, как у нас алкоголь. То есть у нас есть молодежь, которая ходит на вечеринки и пьет алкоголь. Есть более взрослые, те же 30-летние, да, как дети нашего владельца компании. Они тоже есть люди, которые пьют алкоголь, кто-то больше, кто-то меньше. Здесь люди предпочитают курить эту траву, от нее не так болит голова или вообще не болит голова, насколько я понимаю, и есть свои прелести. Поэтому они это делают. Вон, смотрите, тут старинное кладбище, еду мимо кладбища. Вот. Короче говоря, здесь люди просто приравнивают марихуану, как у нас алкоголь. То есть, да, это если, допустим, кто-то приходит в пятницу вечером после работы и выбивает пару бокалов вина или пару рюмок бренди или что-то такое, то здесь ребята приходят и выкуривают пару сигарет, или я не знаю, как это приравнивается, да, эту марихуану. Но, опять-таки, во-первых, это не вся молодежь. Во-вторых, вот насколько я знаю молодежь, они, родители, пытаются эту молодежь, во-первых, отдать в спорт. То есть здесь очень прививаются в спорт, не для того, чтобы человек был спортивный, ну и для этого тоже. Но в основном это делается для того, что они считают, что молодежь, она очень много переезжает. То есть здесь нету такого, что вот родился в Днепре, вырос в Днепре и буду всю жизнь жить в Днепре. Здесь молодежь родилась во Фредике, поехала учиться в Галифакс. Из Галифакса поехали работать там в Америку, из Америки поехали работать в Европу и так далее. И так как здесь очень много таких вот, как бы в любом городе, в любом месте вы найдете ассоциацию какую-то по спорту. То есть какие-то будут команды по спорту и так далее. Именно поэтому прививают к детям, к молодежи, к тинейджерам спорт, чтобы они потом имели возможность, не могу перейти на красный, чтобы они потом имели возможность как бы больше общаться. То есть они, вот те, которые, например, играют в баскетбол, они в любой момент, они могут туда куда-то переехать и найти команду, которая играет, и найти друзей. То есть это в основном для чего делает, для чего народ отдает молодежь в спорт. Вот, чтобы у них было больше друзей. То есть здесь очень-очень много молодежи играют в какие-то виды спорта. Что мне очень понравилось, например, на пляже. Если у нас молодежь будет пить пиво, есть креветки и лежать, то здесь молодежь будет играть в волейбол, будет играть в какие-то спортивные. Да, они будут пить пиво, но они будут в то же время какие-то в спортивные, активные игры заниматься. Очень много молодежи здесь бегает, ходят на спорт, занимаются спортом. Это раз. Во-вторых, очень много молодежи здесь учится. И когда ты учишься, то есть почему люди пытаются собрать деньги на обучение своим детям? Почему они пытаются сделать так, чтобы дети шли учиться в универ? А просто для того, чтобы дети учились. И когда ты здесь учишься в универе, тут тебе особо не до бухать. И не столько насчет бухать, сколько насчет того, что есть вечеринки студенческие. То есть они будут по-любому. Но здесь народ больше учится и понимает, для чего это надо. То есть они за это платят очень большие деньги. Вот, в принципе, такое молодежи. Мне еще кажется, что очень важно понять, что смотря какая молодежь. Если вы живете в каком-то районе, который не супер-пупер. Ну, не в том, что супер-пупер. А там, где какие-то наркоманы и дети, у которых не ходят в университет. Да, там будет молодежь слыняться, курить, бухать и так далее. Но если вы живете в районе, где молодежи привили эту любовь к учебе, дали возможность учиться, повели на спорт, и молодежь будет более такая осознанная, то, скорее всего, вы и не увидите вот этих алкашей, наркоманов и так далее. Скорее всего, вы и будете видеть молодежь, которая нормальная, адекватная и так далее. Еще хотела сказать насчет молодежи, что они начинают работать с 14 лет, максимум с 16. То есть, в отличие от наших, они тоже не сидят на шее у родителей. И они будут идти работать и получать деньги, и сами на эти деньги проживать. То есть, даже если у тебя крутой папа, вот он у меня, у СИОО, ребенок, закончил школу и пошел работать в КФС куда-то или в какой-то Макдональдс. Не потому что денег нет, а потому что здесь так принято. То есть, здесь молодежь работает, занимается спортом, ну и, конечно, иногда гуляет, выпивает и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!